Мы с тобой знакомы уже, наверное, лет 20. Да, 20. Вот, начинали мы свою карьеру с тобой в международном рекламном агентстве в Киеве в офисе Леоборнет. Я помню тебя как молодого перспективного специалиста, креативного творческого отдела Client Service. И сейчас я приехал и увидел перед собой шамана. Шамана, да. Расскажи, пожалуйста, что это за путь такой? Путь этот, можно сказать, духовно рабочий. Когда я хотел изначально заниматься психологией, но в конце 90-х было понятно и ясно, что на этом не проживешь. Это только в последнее время наши люди стали этим заниматься. В то время это было совершенно, что я, псих что ли? Никто этим не занимался, то есть деньги не светили никакие нормальные. И поэтому я пошел в сторону маркетинга и рекламы, которой как раз в эту обойму можно было попасть, если у тебя есть мозги и английский. А на самом деле маркетинг и реклама это та же психология, причем как массовых коммуникаций, так и Client Service, когда тебе нужно работать с людьми, с клиентами. И весь мой опыт всегда наматывался именно на эту ось, на центральную ось в попытке разобраться с тем, как же все устроено. Вот в то время, когда мы познакомились, я как раз закончил все свои Кастанедовские приключения и вошел в буддистские приключения. И вот оно дальше так вот все и шло. Понятно. Почему Камбоджа? Камбоджа, потому что очень удобно здесь жить, комфортно. Это лояльная страна для любых паспортов, включая украинский. И здесь находятся главные места силы планеты, как по мне. Работает эта сила волшебно или не работает, неважно. Можно мерить осциллографом, лозой, рамкой, а можно просто почувствовать. И вот в этом весь ключ, в том числе и к личному состоянию. Боги ничего для нас не сделают, камни ничего для нас не сделают, но мы можем себя об них настроить. То есть храмы – это камертоны. И ты, загадывая какое-либо желание, допустим, а желание загадывается как, ты представляешь, что это уже есть, и испытываешь чувство благодарности и наслаждения. Я скажу так, у меня здесь сбылись все мечты до единой, какие только были с детства. И до 37 лет, когда я сюда приехал, сбылось все. Здесь, в Камбодже. Здесь, в Камбодже, сбылось все, о чем я мечтал с самого-самого детства. У тебя это место силы, усыдления. Это перерождение, новой жизни, второго дыхания, молодость 2.0. Место, где я пережил кризис среднего возраста, грамотно и осознанно. Перестал делать что бы то ни было, что мне не нравится. Начал делать то, что нравится. Поделал все, что хотел попробовать, попреподавать. Начал психологическую практику уже за деньги. То были все друзья и прочие кошечки, на которых потренироваться за бесплатно. А здесь уже пошло-пошло. Конечно, я здесь не навсегда, рано или поздно уеду дальше, буду жить по всему миру. Но Камбоджа для меня это прям родина какая-то. Я буду всегда, наверное, до слез вспоминать каждый там камушек, каждое все. Потому что оно такое родненькое, оно такое волшебненькое, просто сказка. Ты счастливый человек? Что для тебя счастье? Счастье – это абсолютно четкая формула, которая состоит из нескольких пунктов. Могу прямо сейчас описать. Напиши, пожалуйста. Счастье не бывает безусловным, как и любовь. Даже ребенка мы любим при условии, что либо мы привыкли, либо изначально чувствуем, что 50% генов у нас общие. Условия обязательно есть, и если их осознавать и соблюсти, все получится. Значит, перво-наперво, где ты находишься, пространство? Климат, страна, вот все вот это вот, там, где тебе действительно хочется, там, где нравится. Второе – окружение, люди, с кем ты общаешься. Общаешься только с теми, с кем тебе нравится, с кем хорошо. С кем не нравится, не надо общаться. Третий момент – это в достаточном количестве необходимо, чтобы были такие вещи, как еда, сон, секс, дружба, любовь, творчество, служение. Вот такие вот вещи – дружба и одиночество, и благодарность. И вот нужно понять, у тебя этого достаточно или недостаточно. Для того, чтобы было достаточно, необходимо не делать то, чего не хочешь, и делать то, что хочешь. Все, собственно. Прикольно. Вот вам формула счастья от Андрея. Да, формула оптимальной жизни. Как вот мой сынок, когда он был маленький, вот он ответил так. Счастье – это когда ты делаешь то, что тебе нравится, и у тебя получается. И ничего за это нет. Оно настолько полезно для всех, а не только для тебя. То есть есть даже такая техника, у тебя как-то разговор предстоит, ты его прокручиваешь в таком ключе, чтобы всем, всем, всем было очень выгодно. Нужно дать собеседнику, что он очень вкусен. Да, да. И ты это пока продумываешь, там, как бы мне подкатить к начальнику на предмет повышения. И пока ты это все варишь, если ты это делаешь правильно, в половине случаев он сам тебя вызывает и говорит, знаешь, я тут подумал, а вот не занялся ли тебе вот этим направлением? И ты такой, чудо. Но это не чудо, это просто, вот я это называл, человечий интернет, в котором каждая наша нервная система – это одновременно клиент, сервер и сота. И мы можем друг друга считывать и так далее. Прямое доказательство, самое простое, которое все могут проверить, по статистике, после войн всегда рождаются только мальчики. Как? Как это происходит? Да очень просто, как в ульях делается, там, матка, трутник, солдаты, рабочие. Так же и тут. Не хватает мужчин, надо 50 на 50, рождаются только мальчики. Мы все друг друга чувствуем и считываем, и это не волшебство, а конкретно измеримой современной техникой волны. Ты создаешь сейчас направление, это онлайн-школы, да? На интернете очень много в интернете такого рода проектов. Чем твое направление конкретно отличается от остальных, и какой твой основной посыл, и в чем твой познавание? Да, да, основной посыл мой – это, конечно же, психология. И я за эти 20 лет разработал свою собственную систему, назвал ее дзен-психология, или коротко дзен-пси, которую можно описать как умение видеть мир так, как он есть, as is. Это в этом и есть дзен, без всяких украшений, прекрас, ожиданий, сказок, мечтаний. Вот, то есть, взрослое восприятие. Мир таков, и в нем надо выживать. Чарльз Дарвин сказал, что выживает не сильнейший, не хитрейший, а тот, кто может адаптироваться к изменениям. Мир меняется, прогибаться под него необходимо, несмотря на то, что пел Макаревич, и герой этой песни погиб, на самом деле, не просто так, мир оказался прочнее. И второе – это воля быть собой в этом мире. Кстати, этот слоган я пытался продать неоднократно в рекламе «Воля быть собой». Но всем казалось, что это слишком. Целевая аудитория не поймет. Ну, вот теперь я его использую для себя. И сейчас я работаю над открытием онлайн-школы дзен-психологии, потому что она основана на самостоятельной работе, долгой, на месяцы, даже на год, если стараться. Если не стараться, можно растянуть хоть на три, хоть на пять. Но если выполнять все четко, то за год жизнь меняется по четырем основным параметрам. Это здоровье, отношения, дело, деньги, работа и творчество. Вот обязательно эти четыре параметра. Если там все хорошо, то у человека жизнь полная, прекрасная, хочется жить, творить, любить. Почему ты рекомендуешь именно свое направление? Я рекомендую его, потому что оно работает, проверенно работает, и, конечно, не только на мне, потому что оно всеобъемлющее. Человек может зайти с любым запросом, от отношений в семье до болезней, карьеры, что угодно, неважно. Это, на самом деле, разные входы в один дворец, в одно царство. Все равно надо прокачивать все, надо полностью перестраивать башню личности. От фундамента и до конца. Это непросто, это больно, долго, страшно, обидно и так далее. Не буду врать, это нелегко, это не волшебная таблетка. Этим тоже подход отличается. И он очень комплексный. В нем входит все. Работа с телом, работа с теорией и работа с мозгами практически. То есть в основе лежит сценарный анализ Эрика Берна, в том числе и гештальт, телесный гештальт Фредерика Перлза. Это очень, это прям брат с сестрой. И вербальное программирование. Плюс различные техники. И вот техники-то как раз я использую древние. Из буддизма, у Кастанеды беру. Вещи, которые реально работают. При этом никакого магического объяснения. Объяснение, вся теория абсолютно научная. Есть четкий список книг, которые нужно прочитать в определенной последовательности. Большинство авторов нобелевские лауреаты. И все это в основном 60-е годы. Потому что после 60-х, 70-х это новые слова, новые названия тех вещей, которые уже были открыты. Все, что у нас есть в этом мире, это тело, которое нам позволяет чувствовать материальный мир. И все остальное есть продуктом этого тела. И тело – это часть планеты. Мы не население планеты. Мы не гости. Мы часть планеты. Мы из этого состоим. В это возвращаемся. И вот это и есть реинкарнация. И вот это бесконечный цикл жизни. И нет в ней смерти. Но что такое я? Если сказать, моя рука, моя голова, моя душа, мое тело, а я где? Я – это вот это вот все вместе. Как только оно распалось, меня уже, к сожалению, нет. И иметь наглость, наверное, волю и силу жить счастливо и стараться все делать на пользу всех просто так, просто ради эволюции человечества, а не ради награды на небесах, зная, что ты пойдешь червям на корм, в этом, мне кажется, подвиг чуть-чуть больший, чем если ожидать какую-то награду. То есть тогда-то счастье и есть в процессе. Ты понимаешь, я здесь и сейчас делаю то, что мне помогает сегодня прийти к моей цели, а цель моя всегда полезна и для других. И вот тогда это счастье. А суперсчастье – это когда успеют заценить до того, как ты помер. Потому что обычно все происходит после. Очень надеюсь, что онлайн-формат поможет это распространять быстро, много дальше. Ты веришь в чудеса? Нет, я не верю в чудеса. Если бы Будда жил в наше время, он бы сказал, что хотите просветление – учите физику. То есть я ни во что вообще не верю. Я либо знаю, либо не знаю. Если я не знаю, то либо я это узнаю, либо я это откидываю как несущественное. То есть что было до рождения, будет после смерти, не имеет никакого значения. И главное вот в этом серединном мире жить оптимально. И тогда будет польза тебе и всем вокруг. То есть все, что с тобой произошло, в нем не было ни доли чудесного, чуда. Конечно, со стороны это все выглядит абсолютно как чудо полное. Когда все совпадает, там нужные люди, нужные ситуации, нужные места. Иногда неприятные. Это мы называем волшебный пендель как раз. Волшебные пендели у меня были в жизни трижды. И каждый раз они меня направляли куда надо. То есть нам обязательно нужен щалбан. Абсолютно практичные. Да, очень практично все. Что ты хочешь передать нашим зрителям, вообще всем людям на земле? Что бы ты им передать? Я хочу передать очень важные вещи. Такие как, во-первых, каждый займись собой. Не надо никого спасать. Займись собой. Спаси себя. Научи себя. И сделай счастливым одного человека еще, которого ты любишь. И вот если каждый сделает так, все, все вопросы решены. Все очень просто. Все, все, прям встало на свои места сразу. И для этого надо иметь смелость не делать то, чего не хочешь. Это в первую очередь. И делать то, что хочешь во вторую. То есть формула на самом деле простейшая. Но для того, чтобы к этому прийти, нужно постараться поработать и вычистить у себя из головы все вообще установки, которые делают тебя хорошим и правильным, а не здоровым и счастливым. То есть надо выбирать.